первые числа марта отличное солнце отличная погода посмотрите какой шикарный нас подавно сейчас если я начну долбить снег а он достаточно легко долбиться здесь будет наверное пол метра льда смысле снега а я поехал кататься потому что погода шикарная надо как-то отвлекаться от всех новостей и от работы и у нас футбайк шикарный футбайк варить какой свет здесь вообще не проваливается совершенно под этот снег тоже такой нас бывает очень редко съеду куда-нибудь подальше насколько батарейки хватит и покатаюсь смотрите какое поле смотрите на следы моего протектора и она любимая красная башня фоне чистейшего неба вообще нет ветра ночью было примерно минус 9 а сейчас на солнце я не знаю плюс 15 плюс 20 примерно можно спокойно загорать потому что очень жарко и нет ветра и вообще не продувает и просто офигенно шикарнейший лес шикарнейшая погода и самое главное нас такого очень редко бывает я последний раз такой достал лет на 5 или 6 назад когда можно было идти по полю куда угодно куда вы хотите совершенно любом направлении вы полностью свободно смотрите дым как поднимается строго вверх сейчас поеду куда-нибудь в лес в глубину может быть там похолоднее чуть-чуть потому что здесь на солнышке прям жарень невозможная вот так что для зимы футбайк идеальный вариант особенно если это электрофутбайк если педали вам лень крутить а если не лень крутить можно и на обычном классно можно кататься где угодно такую погоду еду через лес по всяким разным дорогам уже все тает вот такие лужи птицы летают вовсю дорога которая летом не существует здесь либо кусты либо грязь либо вообще невозможно проехать первый раз я еду выехал такую просеку и вот оттуда издалека дымка даже от испаряющегося снега офигенная красота очень хорошо в лесу сейчас поеду еще покатаюсь по сосновому бору то есть снегоходы проезжают отрамбовывать снег и можно проехать там где невозможно проекте вообще никогда никогда не в какое в любое другое время года есть только на лыжах идти здесь даже пешком не пробраться по этой грязище и вот впереди сосновый лес сейчас там покатаюсь тоже но не всегда дороги по которым можно ехать или идти превращаются в то почему действительно можно идти местами нас то нет вот я шел 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 то что там начал проваливаться и здесь вот видите какая глубина сейчас надо убираться куда-то на дорогу так что выполз я из леса пойду искать очередной след снегохода чтобы поехать по тому полю или по той тропинке где ехать можно а не проваливаешься так вот глубоко на солнце уже снег подтаивает время обед и все из нас пропадает начинаешь проваливаться то есть реально дороги существуют всего лишь несколько часов в день и таких дней бывает два три дня за несколько лет то есть я нас помню последний раз лет пять и вот смотрите здесь я выезжаю уже из леса вот глубина снега то есть реально человек проваливаться примерно сантиметров на 40 и не до самого конца не до самой земли представляете вот это вот буквально несколько дней назад он здесь шел проваливаться сейчас все замерзла схватилась настом это потому что очень сильный перепад температуры то есть днем солнце светит и на солнце ну реально очень жарко есть плюс 10 плюс 15 на солнце если плюс 20 а ночью минус 10 и снег оттаивает покрывается тонкой корочкой льда и по нему можно ехать но с утра а вот сейчас уже обед и я уже могу ехать только по лыжне снегохода потому что по простому снегу я уже проваливаюсь вот следы фатбайка который здесь проезжал видимо или сегодня или вчера смотрите какой рыхлый уже снег то есть вот это вот уже меня держать не будет вообще никак я пробираюсь по колее вот человек проехал а я уже проехать не могу потому что уже все все посмотри как тает мгновенно и уже появляется земля из-под снега то есть уровень снега уже вот здесь на опушке падает и через неделю при таком солнце здесь уже конечно и трава наверное зацветет посмотрим весна скоро будем надеяться что все будет хорошо 46 вольт проседает до 44 не осталось заряда километра на два пробираясь уже практически вплотную городу вот там видно дома сейчас вылезу на какую дорогу и уже буду наверное педали крутить экономить батарейку чуть-чуть осталось а завтра уже облачно пасмурно и ближайшая неделя будет с очень плохой погодой ненастной и ветреной поэтому шикарный день запомнить бы его таким а